У природы нет плохой погоды, эти строчки наверняка знает каждый, но каждый ли с ними согласен, если речь, например, идет о дожде, наверняка нет, а если о жаре, особенно учитывая тот факт, что только в 2003-м от аномального плюса в Европе умерли 35 тысяч человек. Печальную статистику в том числе дополнили дорожно-транспортное происшествие, количество которых с повышением температуры воздуха в среднем увеличивается на 20% и еще обострение хронических заболеваний. А совсем недавно ученые пришли к выводу, что сдой может вызвать даже агрессию. Про аномальный плюс будем говорить в ближайшие полчаса в эфире проект «Наукомания». Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте и смотрите в программе. Глобальное потепление или изменение климата. В чем причина аномальной жары и самое главное, какие сюрпризы готовит погода. Плюс 57 градусов по Цельсию – самое горячее место на планете. И почему сердце принимает на себя солнечный удар, расскажем и покажем совсем скоро. Лето 2021-го, я думаю, можно по праву назвать аномально жарким. Раз в несколько недель, а то и чаще, синоптики фиксировали исторические температурные максимумы. Немногим ранее все бы традиционно говорили о глобальном потеплении, но минувшая зима, если вспомнить, была достаточно суровой. Так в чем же причина аномальной для наших широт жары и самое главное, чего ждать дальше? Ответы на эти вопросы круглосуточно ищут ученые. И сегодня своими наблюдениями с нами готов поделиться доктор географических наук Владимир Федорович. Рады вновь видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. Владимир Логинов – главный научный сотрудник Института природопользования Национальной Академии наук Беларуси. Ученый в области географии и геоэкологии. Доктор географических наук. Профессор. Владимир Федорович, так что же происходит вот этим летом? Расскажите, откуда такой, ну уж простите за это слово, сумасшедший плюс на термометре? Ну невозможно же. Я бы не сказал, что самый сумасшедший. Вот так вот. Если вернуться 11 лет назад, 2010 год, то температура летом была выше. Даже в июле, правда, все на все на одну десятую градуса. Значит, серебряная медаль только этому году, июлю. А если брать, допустим, тот же июнь, который был действительно жаркий в этом году, он всего лишь завоевал бронзу и уступает ряду других лет, когда температура в июне была выше. Правда, это было достаточно давно, 1909-1901, когда средняя температура где-то была 22,3-22,2. А в этом году температура была около 20 градусов, ну если быть точным, 19,5. Поэтому рекорд 10-го года не побит, не побит. Правда, мы еще должны прожить август, но я мало верю, что этот год все-таки побьет 10-й год. Потому что 10-й год – это был действительно аномальный год за всю историю инструментальных наблюдений. Подчеркиваю, инструментальных наблюдений. То есть это где-то, ну, допустим, 100-150 лет. А то, что было в прошлом, было гораздо жарче в отдельной эпохе. Например, если братья средние века, было чуть-чуть жарче, чем, допустим, сейчас. Расцвет минойской культуры также было жарче, расцвет Рима также было жарче. Поэтому, строго говоря, часто, сейчас повторяю эту фразу, мы просто вступили в новую климатическую аномалию. Самый главный вопрос – в чем причина? Вы сказали даже, нужно привыкать, потому что мы вступили в новую климатическую аномалию. Вот расскажите, что это такое? И вот правда теперь вот все будут такие жаркие летние месяцы? Нет. Если исходить из парниковой теории, то тёплыми должны быть более зимы, а не летние сезоны. Вот. Это некоторое противоречие. Казалось бы, шло всё как нужно где-то в 90-е годы, помните, тёплые зимы. Потом зимы стали чуть-чуть похолоднее. Вот вы обратили внимание на прошлую зиму, которая была чуть-чуть холоднее. Но предыдущее, как вы помните, наоборот, было тёплое. Да, все говорят, ну, глобальное потепление, так что тут, конечно. Почему это может быть? Я могу назвать несколько факторов, которые будут способствовать, что летние сезоны тёплые. Приток, допустим, солнечной радиации. Он увеличивается. За счёт чего? За счёт того, что у нас аэрозольное загрязнение становится меньше. И, соответственно, вот это одеяло, будем так говорить, вместо, допустим, ватнего, становится байковым. И приток солнечной радиации становится больше. А раз приток солнечной радиации становится больше, то лето будет, безусловно, теплее. Зимой это не играет существенной роли, потому что облачность настолько велика, что вклад аэрозолей существенно уступает вкладу, допустим, облачного покрова в изменение температуры. Поэтому летние сезоны действительно стали, возможно, тёплыми за счёт снижения аэрозольного загрязнения. Но здесь что же произошло? Вот мы начали бороться с потеплением климата, новые технологии. Но одновременно с, допустим, уменьшением содержания парниковых газов в атмосфере, новые технологии приводят к тому, что очищается атмосфера от аэрозолей. Поэтому мы одной рукой как бы боремся с потеплением, а другой рукой мы способствуем тому, что аэрозольное загрязнение становится меньше, и приток солнечной радиации больше, а значит, летом температура должна быть выше. На зиму это практически никак не сказывается. Это одна теория, правильно? Это одна из теорий. Есть ещё одна. Но если говорить, допустим, о внутренних факторах, это общая циркуляция атмосферы океана, конечно. В климатической системе существует так называемое 60-летнее колебание. Подчёркиваю, парниковые газы обеспечивают вам только трендовую компоненту. Рост температуры, скорость роста температуры. Но есть колебания вот цикла. Так вот один из циклов – это 60-летний цикл. Вот если посмотреть, как он себя вёл, почему так быстро росла температура в последние годы? Восходящая фаза этого цикла совпала с фазой роста, естественно, парниковых газов. Поэтому два фактора, возможно, сложились, и они обеспечили быстрый рост температуры. Но максимум этого цикла мы прошли где-то в 2010-2011 год. И мы вышли на спад. Поэтому я не исключаю, что, возможно, вот этот фактор приведёт к тому, что летние сезоны в ближайшие годы начнут чуть-чуть быть холоднее. Почему я говорю «чуть-чуть»? Потому что вклад в 60-летнее колебание, в изменении летних температур на нашей территории и вообще в Восточной Европе составляет где-то четверть от общей изменчивости. Поэтому этот фактор тоже нельзя сбрасывать со счетов. Владимир Фёдорович, ну вот, скажем так, завершить всё-таки хочется чем-то приятным. Ну, давайте, может быть, для тех, кто любит жару. Вот, вы говорите, что сложно спрогнозировать, когда этот гребень будет, да? Но вот можно же, наверное, как-то вот высчитать по наблюдениям. Вот видите, десятый был, сейчас 21-й. Вот 11 лет. Или это всё тоже не работает? Если бы это работало, уже давно проблемы прогнозов были бы решены. Вся проблема в том, что нет строгих периодов в изменении. Если были строгие периоды, таких как суточный ход, либо годовой ход, мы прекрасно знаем, что через такое-то время наступит зима, всё чётко, и тут ничего не меняется. Это связано с изменением астрономических параметров Земли. А вот что касается метеорологии вот нашей, сказать точно, когда это будет, очень сложно. Можно сказать так, в среднем это величина, допустим, 10 лет. Но что такое в среднем? Это может быть 12 лет и может быть 8 лет. Я вам предсказываю, что, допустим, через 10 лет, допустим, будет точно такое же лето, как сейчас. Оно не через 10 наступило, а через 8. И вы говорите, да что ж это за прогноз такой. Поэтому нет строгой цикличности. А раз нет строгой цикличности, значит, предсказывать на долгие сроки очень сложно. Предсказывая один тренд, мы тоже не усидим. Почему? Потому что наложиться могут другие какие-то. Есть колебания меньшего временного масштаба. Имеют место так называемые скачки, паузы в изменении температуры. И они более опасны. Потому что, строго говоря, вот трендовую компоненту, мы можем как-то адаптироваться и сказать, что вот надо делать вот это, вот это, проводить такие-то мероприятия. Тем самым мы обезопасим себя. А здесь вы не имеете времени, чтобы подготовиться. То есть это может быть следующий год, может быть через год, а может быть они будут вообще нормальные годы, а через 3 года только наступит. Поэтому предсказывать и давать сверхдолгосрочный прогноз архи сложно. Трендовую составляющую я могу сказать, какая будет. Скорость роста грубо сейчас, одна десятая градуса температуры за один год. Поэтому можем сказать, что где-то к концу столетия у нас средняя температура, если скорость роста будет такая же, будет грубо на 3 градуса больше, чем сейчас. 3 градуса много. 1 градус адаптироваться проще. Для некоторых отраслей экономики 1 градус – это вообще даже, может, польза, чем вред больше. А 3 градуса – это уже надо менять инфраструктуру существенным образом. Если средняя годовая температура у вас увеличится на 3 градуса. А по модельным оценкам это увеличение будет порядка 3 градусов. Если скорость эта сохранится, но скорость роста температуры, она тоже меняется. Были периоды, когда скорость роста была выше названных, вот мной, величин. А было, когда скорость роста была отрицательная, то есть температура падала. Вот так было, например, с 1945 где-то до 1975 года. А вот с 1975 года она более-менее интенсивно росла. Но в интервале где-то с 1998 по 2013 год температура не падала уже, но рослась меньшей скоростью. И вот эти паузы, скачки, вот, собственно, их надо предсказать. Потому что общую тенденцию, общий тренд вам скажет уже сейчас любой школьник, прочитавший несколько газетных даже статей, что будет. А вот... Что точно будет? Это вопрос. Это вопрос, большой вопрос. Но я почему-то уверена, что вы точно на него в скором времени обязательно найдете ответ. Я желаю вам здоровья и успехов во всех ваших исследованиях. Спасибо, что вы пытаетесь хотя бы, пытаетесь понять, что же там происходит и чем же там нас будут в ближайшие годы радовать или огорчать. А мы не прощаемся. Прямо сейчас наш традиционный обзор. Сегодня он особенно горячий. Год без лета или 1800 замерзший. Именно так американцы и европейцы называли самое холодное лето со времен начала регистрации погоды. В среднем температура на планете в 1816 году понизилась на 2,5 градуса. В итоге неурожай привел к тому, что цены на зерно повысились в 10 раз. И те, кто после наполеоновских войн еще сомневался эмигрировать в Америку, сомневаться перестали. Так что наши жалобы на нынешнее жаркое лето – это так досужие светские разговоры. Ну а если хочется как следует прогреться, то стоит отправиться в Калифорнию, а конкретно в пустыню под названием Долина Смерти. Там только в тени температура может превышать 57 градусов по Цельсию. Правда, кроме термометра интенсивность зной определяет так называемый индекс жары. Он вычитается с учетом влажности воздуха. Ведь тело охлаждается, испаряя воду. А когда ее вокруг много, процесс замедляется. Это приводит к тому, что при 90% влажности 30 градусов за окном мы воспринимаем как 40 или как 26 при абсолютной сухости. Это снова «Наукомания» в студии Екатерина Берецкая. Тема сегодня особенно жаркая, так что не пропустите далее. Дела сердечные – как знойным летом не стать пациентом кардиологов? О каких привычках в жару стоит забыть и во что одеться, чтобы не перегреться? И почему при выборе главного летнего аксессуара нужно учитывать не модные тренды, а мнение врачей? Расскажем уже скоро. Во время подготовки к этому эфиру в каждом втором материале, который мне попадался о плюсах и минусах аномального плюса, уж простите за этот каламбур, для людей особый акцент был сделан на пациентов кардиологического отделения. Очевидно, мы не могли не пригласить специалиста этого профиля. Александр Робертович, здравствуйте. Добрый день. Александр Чайсноть – ведущий научный сотрудник лаборатории нарушения сердечного ритма Республиканского научно-практического центра кардиология, кандидат медицинских наук, рентгенодоваскулярный хирург, врач высшей квалификационной категории. Скажите, пожалуйста, как врач, почему именно вашим пациентам необходимо в жару быть особенно внимательными и осторожными? То есть основной удар солнечное сердце принимает? В жару, в общем-то, всем целесообразно быть осторожными и внимательными, заботиться о себе, о своём здоровье и своих близких, кто находится рядом с нами. Ну, конечно же, в первую очередь это люди, которые имеют некоторые особенности, в частности, заболевания. И здесь на первое место выходят люди, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой системы, избыточный вес ожирения и сахарный диабет. Для этих пациентов, конечно же, особое внимание требуется при экстремальных режимах погоды, в частности, повышенная температура, жара, потому что организм таких пациентов уже функционирует в несколько отличающемся режиме от нормы по сравнению с другими здоровыми пациентами. И сердечная деятельность у пациентов с сердечными заболеваниями может быть более низкой. Изначально, в связи с имеющимся заболеванием, подвержена более высокая реактогенность в ответ на раздражители, в частности, температуру. Поэтому эти люди, они воспринимают острее те температурные факторы, которые воздействуют на их, как и всех остальных, в жару в экстремальных условиях. То есть наше сердце не любит жару, я правильно понимаю? В принципе, лучше прохладно? Оптимальная температура для тела человека, для ощущения себя комфортным в тепле – это где-то 27-28 градусов, скажем так, до 30. Когда температура уже превышает 30 градусов, начинаются различные варианты неприятных ощущений, что зависит также от влажности, от прямых солнечных лучей. Но когда температура выше, чем 30, то, конечно, мы начинаем это уже чувствовать, особенно сердечники. Чем выше градус температуры, тем выше чувствительность. И на это нужно соответствующим образом реагировать, планировать свою жизнь, подстраивать свою жизнь под эти температурные условия и режимы. Еще и под температурные режимы подстраиваться. Да, но по-другому нельзя, если ты хочешь обойти острые углы, да, хочешь чувствовать себя уверенно и стабильно. И быть здоровым. Несмотря на погоду, ну, приходится поступать именно так. Хорошо, мы с вами очень много можем рассказывать о том, что нужно беречься, да, но зрители сидят, да, можно это обязательно, да, но это не со мной, да. Вот, может быть, для наглядности какие-то цифры, хотя бы по вашему, да, учреждению, вот, аномальный плюс очень долго держался на термометре. Увеличилось ли количество пациентов? Ориентировочно в госпитализации запрос на оказание помощи возрастает на 10-15% такие эпизоды времени. И здесь этому, конечно, способствует много факторов, но в первую очередь, это, конечно же, температурный режим. Когда болезнь, диагноз, скажем так, уже есть, ну, все понятно. Рекомендуем беречься, кто-то соблюдает, кто-то нет, но, как любую же болезнь, все-таки, ну, наверное, легче предупредить, чем лечить, это понятно. А первые звоночки, вот, на что стоит обратить внимание, чтобы, скажем так, не экстренно, не дай бог, госпитализироваться, да, а вот, ну, планово и где-то, возможно, приостановить даже процесс развития какого-то сердечно-сосудистого заболевания. Первое, на основании чего это можно понять и почувствовать, в частности, и в эпизодах, когда температура повышена в окружающей среде, это тот факт, что свое самочувствие, толерантность, в первую очередь, к физической нагрузке, к выполнению обычной работы или той работы, к которой вы привыкли, оно меняется, да, то есть люди обращают внимание, и они потом ретроспективно вспоминают, что, вы знаете, вот, стал уже медленнее подниматься по лестнице, или при подъеме по лестнице стало вот, как бы, вот, немножко больше не хватать воздуха. Раньше просто дышал чаще, и было комфортно, да, а теперь вроде бы дышу чаще, и кажется, что воздуха уже немножечко не хватает. Ходьба, в том числе, по ровной местности, ощущение сердцебиения, неровные ритмы сердца, скачки давления, то есть с эпизодами снижения и повышения цифр давления. Поэтому, конечно, вот такие моменты, они уже начинают подсказывать в том, что какие-то изменения в организме уже начались. И на это, может быть, стоит обратить внимание лишний раз, уточнить свое собственное состояние, померить давление, просто измерить пульс. Если давно не были на осмотре на диспансерном наблюдении, может быть, есть смысл зайти, сделать электрокардиограмму, и весь перечень обследований, которые предусмотрены для такого диспансерного наблюдения. Да, то есть вот такие рекомендации, в принципе, самые обычные, мы можем дать тем людям, которые вот еще не совсем в курсе, что с ним происходит. Что происходит. Но те, у которых уже установлено заболевание, диагноз, конечно, самое главное, это придерживаться всех рекомендаций. То есть прием препаратов против повышенного давления, антигипертензивных препаратов. Если пациенты с нарушением ритма сердца, с фибрилляцией, при сердце, это антигагулянтная терапия. Очень важно это предупреждение обезвоживания, да, потому что повышение температуры приводит к тому, что мы потеем сильнее, объем потери жидкости с потом увеличивается в несколько раз, и эту жидкость необходимо восстанавливать. Если это не пациенты с тяжелой сердечной недостаточности или пациенты с начальными стадиями заболевания, то здесь нужно почти как здоровым людям в полном объеме восстанавливать этот объем жидкости, да, соответственно, выпивать от полутора литров в обычных условиях, при жаре это может быть 2-2,5 литра жидкости. При этом целесообразно рекомендовать употреблять воду, не сладкую воду, да, негазированные напитки. Желательно употреблять тоже не очень холодную воду, потому что для людей, если есть заболевание сердца, например, на кардио-напряжении, употребление холодной воды может привести к развитию и приступов на кардио. Поэтому лучше в воду комнатной температуры, охлажденной до обычных условий, то есть 20-25 градусов, это оптимальная температура воды для потребления. Можно также использовать другие напитки, кисломолочные напитки с невысоким содержанием жира. Но все газировки, сладкие, в том числе квас, а тем более алкогольные напитки, даже слабоалкогольные напитки, такие как пиво, целесообразны избегать, а для сердечников и вовсе исключить своего рациона на период экстремальных температур. Это приводит, в свою очередь, к большему обезвоживанию, к введению жидкости из организма, а в том числе и полезных ионов, магния, калия, которые имеют значение для работы сердца и сердечной мышцы. Поэтому рекомендация такая употреблять обычную воду с низким содержанием газа и при этом кушать суховрукты, овощи, орехи, которые позволяют... Максимум витаминов. Да, возобновить потребности в витаминах и в том числе в ионном составе, то есть микроэлементы, которые необходимы для нашего организма, для сердца, для почек, ну и для других органов. То есть это важно. Ну что ж, теперь точно вопросов больше не осталось. Спасибо за полезную и важную информацию. А мы ещё не прощаемся. Прямо сейчас продолжаем говорить о здоровье. И на очереди зрение, ведь для наших глаз жара – это тоже непросто. Бесспорно, в солнечный день жизнь кажется веселее. Однако солнце при всей его пользе несёт и агрессивное излучение. Поэтому с наступлением лета следует подумать о надёжной защите нашего зеркала души. Поэтому при выборе солнцезащитных очков хочу обратить ваше внимание на такие показатели, как плотность солнечного фильтра или степень защиты от прямого солнечного света, которая делится на пять категорий. Нулевая категория – это самая слабая защита. Стёкла таких очков пропускают до 80-100% видимого излучения. Первая категория – светопропускание от 43 до 80%. Вторая категория – от 18 до 43%. Третья категория – от 8% до 18%. И четвёртая категория – светопропускание от 3 до 8%. То есть, следовательно, чем выше категория, тем сильнее защита. Следующий показатель – это безопасность. Невидимая ультрафиолетовая часть излучения солнца должна поглощаться очками полностью. Поэтому при покупке очков обратите внимание, чтобы на линзе был прикреплён ярлычок с обозначениями UV400. Эта линза поглощает весь спектр ультрафиолетового излучения и это обеспечивает 100% защиту. Также цвет линз не влияет на защиту от ультрафиолетового излучения. Следующий показатель – это степень пропускания или по-другому затемнения. Она обозначается арабскими цифрами от 0 до 4. Для жизни в нашем городе достаточно будет маркировки 1-2. Если вы едете в горы или на море, то рекомендую приобретать очки со степенью затемнения 3-4. Также буква «П» на оправе означает, что очки поляризованные. То есть такие очки отсекают яркие солнечные блики, что удобно при вождении. У фотохромных очков, или по-другому их называют хамелеоны, прозрачные линзы темнеют под действием ультрафиолета и наоборот. Но хочу обратить внимание, что такие очки будут неудобны для водителей, так как стекло в машине задерживает ультрафиолет и очки темнеет не будут. Поэтому для водителей лучше покупать затемненные сразу очки с диоптриями. Хочу также дать такой совет, рекомендацию нашим пациентам покупать солнцезащитные очки в салонах оптики, так как там можно проверить наличие ультрафиолетового фильтра на специальном приборе, а также степень защиты и категорию светопропускания. Это была, наверное, самая жаркая наукомания, и завершить ее хочется опять же строчкой из песни. Любое время года надо благодарно принимать. Я думаю, в этом сомнении после всего увиденного и услышанного не осталось. По крайней мере, как благодарно принимать жару, даже аномальную, мы точно вместе со специалистами вам рассказали. До встречи в эфире! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok